Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. Сегодня мы с вами поговорим о разновидностях миртового дерева. Мирт насчитывает более 100 разновидностей. Многие сорта мирта выращиваются в ботанических садах и оранжереях. В природных условиях растение достигает 3-5 метров, но в культуре не превышает более 60 сантиметров. Мирт растет в США, Европе, Австралии и Азии. Болотный мирт является вечно зеленым кустарником. Высоту достигает не более 1 метра. Имеет раскидистую крону с прямыми стеблями. Ветви покрыты миниатюрными чешуйками. Листочки небольшие, достигающие в длину не более 1-4 сантиметра. Листовой черешок укороченный. Цветочки белоснежные, собранные в кистевые соцветия. Особенностью растения является приспособленность к российским зимам. Под снегом можно увидеть сухие, оголенные ветви мирта. Но если их срезать и поставить в вазу, они позеленеют. Каждую весну растение возрождается вновь. Вегетационный период длится с весны до наступления холодов. Растение предпочитает заболоченную местность. Отлично произрастает на сфагновых болотах. В простонародье называется Кассандрой. Живет более 50 лет. Вариегатный мирт. Обладает безупречными пестрыми листочками. По краям покрыт янтарными точками и полосками. Для ярко выраженной окраски требует большого количества солнечного света. В хороших условиях цветет. Имеет тычинки золотого оттенка и бежево-белоснежные миниатюрные цветочки. Издает приятный аромат. Обеззараживает воздух. Убирает углекислый газ. Может использоваться для украшения цветочных композиций. Произрастает как в комнатных условиях, так и в диких. Предпочитает рыхлый воздухопроницаемый грунт. Хорошо отзывается на несение подкормок. Во время вегетации любит частые опрыскивания. Содержит эфирные масла. Поддается формированию кроны. Является символом плодородия. Мирт гиминей назван в честь бога брака. Поэтому данные растения иногда называют счастьем невесты. Считается символом красоты и молодости. Является разновидностью обычного подвида. Представляет собой вечно зеленый кустарник. В высоту, в диких условиях, достигает от 3 до 5 метров. В комнатных условиях не превышает 1 метра. Имеет миниатюрные ланцетные листочки изумрудного оттенка. Содержит большое количество эфирного масла. В весенний период в пазухах листочков формируются миниатюрные цветочки. Цветки белоснежные, достигающие в диаметре 1,5-2 см. Имеет большое количество золотистых тычинок. После цветения формируются плоды в виде сине-черных ягод. Плоды обладают сильным, приятным ароматом. Крупнолистный мирт. Является разновидностью обычного подвида. Имеет антимикробное действие. Ликвидирует болезнетворные палочки и бактерии. Помогает справиться с ангиной и гриппом. Применяется в профилактике и лечении простатита, заболевания желудочно-кишечного тракта, кишечника. Устраняет гайморит и дифтерию. В высоту достигает 3-4 метра. Имеет 4-х кранные степли. Листочки очень большие, супротивные, достигающие в длину 4-5 см. Имеют заостренные края и глянцевую поверхность. Цветочки миниатюрные, белоснежные. Формируются на удлиненных цветоножках. Каждый цветок имеет 5 лепестков. Тычинки симметричные, золотистые. Мирт альгамбра является прекрасным декоративным растением. Может выращиваться в диких и комнатных условиях. Является отличным украшением композиций. Любит большое количество солнечного света. Имеет уплотненные кожистые листочки. Листики содержат большое количество эфирного масла. Цветочки белоснежные, миниатюрные. Очень ароматные. Цветение наступает на третий год после посадки. Цветет растение в конце весны. Формируют овальные семечные коробочки. Отличительной чертой растения от других подвидов являются ароматные белоснежные плоды. Растение предпочитает легкие воздухопроницаемые почвы. Хорошо подзывается на внесение подкормок. Мирт Торентина является карликовой формой обыкновенного подвида. Цветет очень обильно. Имеет миниатюрные белоснежные цветочки в большом количестве. Цветы произрастают в соцветиях. Благодаря эфирным маслам растение обладает прекрасным ароматом. Имеет удлиненные листочки, достигающие 1,5 см. Листики за острыми краями и пыльчатым краем формируются на укороченных черешках изумрудного оттенка. Растение обладает быстрым темпом роста. В высоту достигает более 5 метров. В комнатных условиях вырастает до 1 метра. Предпочитает систематические поливы. Водные опрыскивания из распылителя. Хорошо растет в воздухопроницаемых почвах. Любит большое количество солнечного света. Мирткумунис. Небольшое, вечно зеленое деревце, достигающее в высоту 3,5 метров. Имеет одиночные удлиненные листочки. Цветочки белоснежные в большом количестве. Произрастают на укороченных кистях. В простонародье данный представитель флоры называется мертвым деревом. Относится к декоративным культурам. Лимонный мертв обладает прекрасным лимонным запахом. Произрастает в тропиках Австралии. Применяется в кулинарии. Из него изготавливают эфирное масло. Различные соусы, заправки, сиропы и лимонные напитки. Из сухих листочков изготавливают приправу и специи. Обыкновенный мертв растет в дубовых лесах рядом с зарослями кустарников. По высоту достигает не более 4 метров. Имеют голые 4-х гранные стебли. Листочки супротивные, овальные, произрастающие по 3 штуки. Цветочки миниатюрные, но очень ароматные. Вот таким вот разнообразным бывает мертв. Ну а у нас все на сегодня. С Вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Подписывайтесь, если Вы еще не подписаны. И Вы всегда и все будете знать о своих комнатных растениях. А я же всех благодарю за оценки видео. И всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok